Друзья, я как-то обмолвился, что немного собираю графику, и пришло время рассказать об этом скромном хобби. На сегодняшний день вы можете видеть тут Илью Ефимовича Репина, в уголке поздний Лабас, есть представитель творческой семьи, передвижник Владимир Егорович Маковский. А не так давно это собрание пополнилось авторской графикой художника, крупного художника, художника невероятно сложного Константина Юрьевича Чайкина. И короткий разговор с художником об искусстве я и хочу предложить вашему вниманию сегодня. Первые вопросы хотел на самом деле, и хотел единственное задать, но задам его первым. Ну, видно, что вы вдохновляетесь и часовым искусством, да, в ряде интервью видел, что там книжки Брегея, да, вот вы показывали, да, но очевидно, что не только часовым искусством, да, вы вдохновляетесь. И хотел спросить, какая у вас любимая картина в Эрмитаже? Ленинград, да, родной город. Эрмитаж, скажем, был благодаря родителям, да, в первую очередь я посещал достаточно часто. Единственное, сейчас, поскольку уже, скажем, в Питере редко, то и, скажем, скорее моей памяти, потому что я много путешествую, поэтому постараюсь во многих своих поездках, да, если есть какое-то достойное место, причем не обязательно это музей, где есть старые мастера, то есть там, может быть, современное искусство, смотреть, посещать, ну и, соответственно, вдохновляться, потому что у меня была там связана с искусством какая-то предистория определенная, то есть я в детстве, на мой взгляд, неплохо рисовал, потом после армии хотел поступить в Репино, вот, но не сложилось, да, там через много-много лет занялся часами, но вот любовь к прекрасному, она осталась, она и сейчас реализуется, то есть если там посмотреть, вот там у меня масляные краски, там акрил, здесь куча разнообразного инструмента и кисточка у меня в руках, то есть это вот такие атрибуты, которые я использую постоянно, то есть я рисую, но рисую, поскольку не только для души, вот, а рисую для, уже для работы, да, то есть часть эскизов сопровождается первичных, да, для присоздания часов большим количеством скетч, рисунков, вот, иногда что-то раскрашиваю, внизу были там, Кристины имели возможность убедиться там в каких-то эскизиках, да, которые я рисую, вот, и мы, соответственно, их используем для работы, вот, а возвращаясь к вопросу, про Эрмитаж, ну, я бы сказал, скажем, там есть много различных мировых шедевров, к сожалению, там нету, там ни Босха, ни Ван Эйка, то есть ни Брейгеля, вот, а Ван Эйка мы в свое время около 100 лет назад там распродали, вот, я все хочу посмотреть на Генский алтарь, вот, и там было Благовещение, как вы знаете, да, один из... Ну, да, благодаря святой власти мы лишились там... Да, этого прекрасного этих... Ну, все-таки это эпоха Возрождения, получается, все-таки это эпоха Возрождения. Ну, наверное, больше, да, да, то есть то, что мне там, мне интересно с точки зрения, как уровня развития там, живопись, да, то есть каких-то... Наверное, то есть я был, поездил по миру, да, то есть был и в странах Ближнего Востока, да, посмотрел, как это развивалось там за, там, столетия до нашей эры, то есть был и в Египте посмотрел, как искусство развивалось там, был, соответственно, там, в Греции, в Европе, то есть, скажем, уровень насмотренности какой-то, какой-то существует, поэтому, наверное, старые мастера, то есть какая-то голландская школа, вот, но опять же, то есть я на Эрмитаже бы, ну, не стал фиксироваться, все-таки кругозор можно развивать, мне нравится и русская школа, там, и русский музей прекрасный в Санкт-Петербурге есть, вот. Продолжите эту тему, вы как раз сами сказали, что, ну, наверное, многое из того, что здесь представлено, это вами и нарисовано, написано? Нет, отнюдь, не какие-то вещи есть, а какие-то, то есть мне дарят, да, я тоже с радостью. Но вот недавно, буквально перед Новым годом, мы получили награду как вот этот изобретатель, и как раз хотел спросить, мне кажется, что слишком мало, то есть вот и художник, и мыслитель, да, то есть отдали его только как изобретателю. Ну, во-первых, там в прошлом году… Правильно ли вот определили вашу деятельность? Ну, в прошлом году было три награды, да, то есть одна это Зал Славы, который в Швейцарии, в Цюрихе, вторая награда – это государственная награда «Заслуженный изобретатель», вот третья – это от Министерства финансов за трудолюбие искусства. Собственно, наверное, комментарии излишни. Я вот, кстати, знаю, ну, что многие художники, художники, поэты, они вот, я сейчас ни на кого не буду намекать, но вот они свои там картины или стихи, ну, как бы в качестве подарка кому-то вот презентовали. Было ли вот… Я регулярно дарю, скажем, все, что я рисую, большинство… А часы? Я дарю. А часы? А часы – нет. Часы – это собственность мануфактуры, вот… То есть не было такого случая, что вот к какому-то, ну, дорогому, близкому человеку, вот, ну, в качестве вот такого, ну, подарка… У меня есть близкие люди, то есть есть жена, то есть, естественно, там совсем близкий круг я дарю, а… Нет, ну, понятно, что… Это же ни на кого не намекает, здесь присутствующих двух людей, вот… Нет, безусловно. У меня такой еще был вопрос, возникал вот… Ну, потому что, когда, ну, едешь вот, ну, в такое место к такому человеку, на самом деле, спросить хочется все там, от… Спрашивайся. …который час до смысла жизни, потому что, мне кажется, вот вы производите человека, который знает ответ на все вопросы. Вот, ну, условно, в 20 веке было такое, там, тоже направление, да, как интеллектуальная, профессорская, там, литература, например, да, ну, там, кто… Ну, там, Борхес, ну, условно, вот это… И у них, ну, вот, был свой читатель, который, вот, только и мог их понять. Ну, у вас тоже очень сложные часы, ну, достаточно интеллектуальные, то есть, у них нужно копаться, то есть, вот эти смыслы как-то считывать, находить… То есть, ну, вот, есть ли у вас такое, что, вот, вы считаете, что, вот, например, кто-то, там, достоин носить эти часы, кто-то недостоин, или, вот, ну, любой человек может быть, вот, носителем часов консультата. Ну, это прекрасный вопрос, то есть, если вы погружались немножко в историю, там, изучения, там, крупных каких-то часовых домов, у них, там, существует даже такая форма, как собеседование, да, где при продаже, там, определенно очень дорогой модели, нужно пройти собеседование, там, с владельцем мануфактуры, вот, есть такая практика, то есть, ну, я, скажем, в нашем случае подобных прецедентов не было, вот, я, скажем, могу сказать, что у нас есть большой круг людей, которые хотят приобрести наши часы, вот, и очень небольшой круг, который является владельцами, там, в наших, наших часов нашего бренда, вот, и у нас практика следующая. То есть, поскольку большой спрос, то есть, мы большую часть часов, которые мы производим, предлагаем нашим уже постоянным покупателям, нашим клиентам, которые мы хорошо знаем, то есть, я их прекрасно знаю, вот, вот, а небольшую часть мы предлагаем, там, новым покупателям, вот, ну, и, поскольку, насколько я понимаю, там, существуют еще юридические вопросы, связанные с вашим вопросом, да, то есть, избирательные или нет, вот, я все-таки стараюсь быть, ну, более, более, там, честным со своими клиентами, вот, и, скажем, давать иметь возможность приобрести наши часы всем, без, скажем, какой-то, извините, там, выбора, да, никакой... Ну, в любом случае, наверное, такая аудитория, она все равно как-то, ну, сама по себе еще просеивается дополнительно. Ну, я думаю, что люди, которым важен бренд, да, они идут и приобретают, там, часы достаточно известных брендов, и их это устраивает. Люди, которые хотят погружаться, как бы, в нашу историю, это большинство людей, покупатели, это коллекционеры все-таки, да, люди уже, у которых есть, там, не первые, не пятые, а, может быть, и не десятые часы, даже не двадцатые, которые приходят к нашему бренду, они уже, по-своему, имеют какой-то вкус, имеют насмотренность, имеют понимание и знают уже немножко об бренде, да, и, там, немножко обо мне. То есть здесь знакомство, как правило, не случайное, редко бывает, то есть поскольку у нас часы даже в роднице не представлены, да, практически нигде. То есть это все-таки люди, которые знают бренд, они изучили, они уже приходят к этому осознанно, а не к тому, что тебе какая-то реклама, он пришел, купил. А вообще, ну, предлагали, вот, там, условно, Меркьюри, Боско, ну, то есть забрать, там, часы в ЦУМ, вот, выставить, то есть... Ну, мы вели переговоры с ними, вот, ну, скажем, у нас просто, к сожалению, самая большая проблема, это нет часов, чтобы им предложить, вот, во-первых, во-вторых, у нас, там, как таковой, комфортный для многих ритейлеров скидочной политики нет, то есть там большие скидки, к сожалению, у нас, поскольку основная аудитория, это B2C, да, то есть мы работаем с конечными покупателями, вот, то есть большие скидки мы, к сожалению, не даем, а это не всегда комфортно, там, розничным продавцам, ну, или дистрибьюторам. Вот, да, вот, тоже вы проговорили сейчас про коллекционеров, у которых, вот, много брендов, ну, вот, если бы, можно, такой вопрос, вот, если бы предложили, вот, вам, ну, точнее, спросили бы, вот, назовите, вот, топ-3, ну, каких-то ключевых, современных, там, марки бренда часов, то есть, ну, на первом месте, наверное, понятно, какой бы был, на втором, вот, я тоже, все еще, книжка Бриге, а вот, кто будет третьим? Ну, здесь существует, ну, условно говоря, там, некая большая тройка, да, там, Rolex, там, Ademar Patek, вот, который, наверное, перекрывает процентов, там, 70 всех производящихся часов сегмента люкс, если не больше, то есть один Rolex, там, около миллиона производит, а все остальные, там, по чуть-чуть. Вот, то, что касается остальных брендов, ну, вы понимаете, да, то есть я уже, там, создаю часы 20 лет, каких-то определенных фаворитов, у меня есть уважение абсолютно ко всем участникам рынка, вот, у меня есть понимание, как бы, и механизмов работы бренда, и то, как они это делают, и так далее, вот, но, скажем, эффект вау, да, то есть, когда ты видишь что-то новое, он встречается, естественно, все реже и реже, да, то есть тебя, как какая-то музыка иногда тебя вовлекает, то, ничего себе, это можно слушать бесконечно, потом, соответственно, после того, как это слышишь, там, не пятый, а, там, 125 раз, это все становится менее интересным, и поэтому сейчас очень мало, к сожалению, да, создаются вещей, которые прям вызывают какое-то восхищение, ну, невероятное восхищение, как бы, и удивление, неужели они там до этого додумались, все как-то поспокойнее для меня, потому что уже есть определенный базис, более того, я стараюсь фокусироваться, то есть, меня спрашивают, почему-то, что ты коллекционируешь, да, какие, там, коллекционируете ли вы часы другим брендам, ну, наверное, нет, уже давно, и мне интересуют, как бы, инвестиции, там, интеллектуальные, творческие, там, свой продукт, в первую очередь, да, то, что я создаю, это, ну, я не сейчас не буду говорить о том, что, там, мои часы, там, самые лучшие, там, или самые красивые, или, как бы, как самые сложные, вот, это все покажет время, да, по крайней мере, я знаю точно, что в каждый продукт, там, каждые часы, которые я создаю, это, скажем, происходит с полной отдачей и творческих, и всяких других сил, вот, и этот результат, который получается, то есть, я, как правило, им доволен, неважно, что я делаю, каких-то глазастых монстров, или какие-то, там, другие сложные часы, все это прекрасно, и, плюс ко всему, вот, можете посмотреть, там, сейчас, к сожалению, ну, на этот момент выхода интервью можно будет что-то показать, да, то есть, я вот, долго работаю, как правило, каким-то новым продуктом, он, как любое произведение искусства, он проходит, там, долгий путь рождения, да, сейчас, вот, можно какую-то, небольшую часть процесса создания. Ну, если ты уместна, и, как бы, у моих компетенций. Процесса создания, да, то есть, посмотреть. Возможно, я... Это большое, интересное, глубокое творчество. Не лучший оператор, просто, к сожалению, если это сможет. Да? Ну, я не лучший оператор, скорее всего, просто, если ты сможет, ну, передать, вот... Ну, мы просто с вами, там, коротенько про искусство говорим, и здесь мне очень... Я вот с удовольствием. Мне нравится тем, поскольку, то, чем я занимаюсь, за сто процентов, я уверен, это, вот, искусство. Причем, если, там, швейцарцы говорят зачастую, то есть, там, высокое часовое искусство, ну, под этим подразумевает, как бы, процесс, скорее, не творческого создания, там, какого-то продукта, да, как часов, а, скажем, ну, сложность, ремесло, там, полированные фаски, и, как бы, действительно, получается, там, потрясающая штуковина, да, с ювелирной точки зрения, да, там, с часовой точки зрения, с точки зрения механики, вот, а то, что, там, создается здесь, да, здесь процесс творчества, он намного глубже, чем, как бы, как это принято понимать, потому что есть традиционная, вот, творческая часть в механике, это нужно, там, разработать, придумать, создать, там, часовой механизм, правильно отполировать, обработать, собрать, да, проверить, как это все работает, действительно, получается, идеальная, с точки зрения и механики, и финишной обработки вещица, да, вот, но, как бы, творческий процесс, который здесь, он, ну, как правило, минимален, да, то есть, ну, есть такие моменты, там, как типографика, да, которую, которую, конечно, надо уделять внимание, как расположение различных элементов, в целом, плюс-минус те же стрелки, плюс-минус тот же циферблат, немножко какой-то другой цвет, вот, АФС, как бы, более-менее классическая форма корпуса, и, вот, это, вот, постоянное, скажем, чуть больше, там, стрелки, чуть меньше, это чуть-чуть другой цвет циферблаты, вызывает в большом количестве, там, последователь бренда, назовем это, как огромный восторг, вот, но, на мой взгляд, как бы, искусство и творчество здесь, ну, как-то маловато, на мой взгляд, то есть, здесь, вот, нету процесса, то, что происходит здесь, то, что происходит со мной, здесь, ну, наверное, каждые часы, если глубоко в них посмотреть, кому-то скучно, да, вот, уже, там, с глазастыми какими-то моментами моими, да, вот, но, там, большой процесс творчества, то есть, работа над персонажем, да, потому что, ну, вот, берем классическую, классический пример, там, какой-то живописи, да, давайте вспомним, да, то есть, первоначально были различные религиозные сюжеты, да, взяты, как, там, определенные цитаты из, из Библии, да, которые... Живопись, это Библия для безграмотных. Вот. Всегда, да. Ну, изначально была, да, и вот про Аванейка, я тоже упомянул, да, достаточно был, ты человек, который, там, большая часть его произведений, там, основная была создана для, скажем, для визуальных цитат различных из Библии, вот, и это одна, как бы, часть вторая, соответственно, ну, любые сюжеты, то есть, художник визуально передает, скажем, какие-то либо сюжеты, либо, скажем, портреты, да, то есть, портретная живопись в отдельном направлении, и все остальное. Вот. А современные художники, ну, это отдельная большая, как бы, история, о которой тоже можно долго разговаривать. То, что касается часов, соответственно, есть, то есть, мой творческий процесс, да, это, там, поиск какой-то идеи определенной и попытка ее реализоваться достаточно, ну, можно сказать, скромными инструментами, да, скромным набором инструментов, но, тем не менее, он достаточно широко раскрывается. Вот, если возвращаться к, там, коллекции Ресмонов, то есть, ну, под примером скульптуры, да, это либо рельефы, рельефы и прочие изображения, то есть, задача сделать, скажем, из какой-то истории, какой-то сюжет определенный, да, вот, соответственно, здесь получается одновременно, повторюсь, скромными средствами, да, часового дела, механики, нужно создать подвижную, подвижного персонажа, подвижную скульптуру, да, которая движется, добавить к ней какой-то функционал, желательно, чтобы он вписывался в эту концепцию, да, было интересно, вот, и сделать на уровне, именно, уровне высокого часового искусства, вот, и, как правило, большая работа, именно творческая, поиск какого-то сюжета, большая работа над тем, чтобы, вот, довести, как бы, до конца несколько граней его, то есть, грань с точки зрения идеи, грань с точки зрения дизайна, вот, и заставить это все еще механически двигаться синергично, да, и, соответственно, правильно работать, вот, то есть, это, ну, на мой взгляд, имея опыт работы с классическими часами, для которых стрелки показывают, это намного сложная, более сложная и творческая работа, которая требует много-много размышлений, поисков, поиска смысла, добавления смыслов каких-то. Ну, меня, кстати, ну, вот, конкретно в Ристманах интересовало, ну, вот, когда я впервые, ну, действительно, когда я впервые узнал про Ману, которые встречаются, это были Ристманы, вот, и меня, ну, то есть, интересовала в них природа уродства, то есть, это такая средневековая, на самом деле, была, ну, головоломка, то есть, то ли Бонавентура, я уже не помню, кто говорил, что даже изображение дьявола может стать прекрасным, если его, вот, ну, облик передан хорошо, красиво, там, и выразительно, да, потому что довольно для средневековых богословов не очень популярная мысль, и вот тоже я обращал внимание, что, ну, что Джокер, да, ну, в общем-то, откровенно говоря, ну, убийца и мерзавица, что Минотавр пожирал бедных, несчастных, там, девственниц, что Дракула делал то же самое, только не доедал, да, то есть, грубо говоря, и вот, ну, это... Ну, сейчас вот с Меладоном, кстати, уже в процессе... Персонажи такие, ну, при этом они прекрасны, то есть, и меня вот, ну, вот эта вот инвертированность вот этого смысла, когда-то действительно из чего-то, ну, такого, может быть, спорного, получается... То есть, никто не назовет, наверное, эти часы там некрасивыми, то есть, они действительно проработаны настолько, что они прелестны. Ну, здесь, если вы берете любой, любой, скажем, вид искусства, любой вид искусства, начиная от театра, заканчивая кинематографом, я пропускаю сейчас сознательную музыку, там, и естественную живопись, да, вы видите в любом случае пропускание какого-то, какой-то истории, какого-то сюжета, либо создание ее заново, там, через призму художника, и, соответственно, перерождение этого персонажа и добавление ему каких-то своих внутренних смыслов, которые не было у исходника. Ну, вот, не знаю, сейчас можно какие-то фрагменты там с мелодоном показать, вот, тоже, то есть, ну, казалось бы, там, животное, которое умерло, умерло, там, лет, существовало, там, более чем, там, десятки тысячелетий назад, вот, как бы, пропустив его через себя, создав совершенно, как бы, другой персонаж и добавив, там, определенные смыслы, и, там, он пожирает разных животных каждый день, то есть, как какая-то своя история, взята совершенно, там, может быть, не с классической темой, или, вот, новая, персонаж, который будет 22 января, да, буквально, там, послезавтра показан, это, ну, классический White Rabbit, да, белый кролик, что он Кристина может показать, но это, вообще, взрыв мозга, потому что он настолько многогранен, его уже столько раз, за 150 лет создания, произведения Алисы, его столько раз рассказывали, и, видя его, недосказанным, нерассказанным, как бы, в часах, было бы странно пройти, раз в 12 лет, мимо этого события и не оставить здесь какой-то свой след, причем пересказав его совершенно безумным, как он должен быть, да, безумным образом. Васильевич, а можно еще тогда вот такой... Ну, мы много видели, да, вот, часов, которые вы сделали, ну, исполнили, как правильно тут действительно сказать, и... Но, наверное, мы не видели много часов, которых вы, ну, не стали делать по какой-то причине, то есть... Но вот причины тоже бывают разные. А есть ли такие часы, которые вы не стали делать, потому что, ну, это слишком легко, слишком, вот, ну, просто оказалось. То есть вы начали разрабатывать, но потом поняли, что, ну, неинтересно, там, вот, допустим, тратить на это время, это так вот, ну, все... Нет, такое тоже бывает. То есть именно вот коллекция несозданных часов, она даже существует в эскизах, вот, я даже назвал это там фантомные часы, которые начали рождаться, вот и в итоге не родились. Ну, конечно, такие есть, их много причем, они, не более того, они копятся, потому что ты свои идеи, там, фиксируешь, там, на бумаге зачастую, да, или в каких-то патентах, там, развешанных на стене, и по определенным причинам они не доходят до результата. Это прекрасно, и это нормально, и я думаю, что любой творческий человек, у него там коллекция недописанных текстов, там, каких-то нерассказанных историй, и здесь, соответственно, это все то же самое, только часовая история. Ну, потому что, ну, понятно, вы знаете, вот, сделать какие-нибудь простые часы для народа, да, вот сложно, у меня еще параллельно, там, искусствовая часами, я как-то увлекался альпинизмом, да, и понятно, что когда, допустим, человек увлеченный вот этой частью, там, спортивной части, ему предлагают вместо того, чтобы идти на какую-то высокую гору, там, да, на высокую гору, он говорит, вот сходи на те холмы, вот просто там, просто ходи по каким-то холмам, да, и не надо лезть высоко, как бы, там, будь, вот как там, как все остальные, мне кажется, настолько это уныло и скучно, что не строит растращивать свое время и жизнь на подобные вещи, то есть надо всегда все искать цели, которых очень сложно или невозможно достичь, и надо идти именно туда, где никого нет и никогда не было. Ну, скорее всего, да. Да, или это настолько сложно и недостижимо, вот именно то, что, то, что это привлекать и вовлекать человека творческого и искусства. То есть, можно еще вот такой тоже короткий вопрос. Один из Джокеров, как писали вот в пресс-релизах, да, что он получил ваши портретные какие-то черты, то есть, да, а были ли еще такие вот, ну, люди, которые приходили, хочу упиковечить себя в ваши, ну, такие персональные заказы, да, вот хочу, чтобы вот мои портретные черты были в Джокере, да, много таких реализованы часов? Нет, больше нет, ну, как бы, селфи достаточно, более того, просили там еще сделать, повторить эту историю, ну, скажем, это, в любом случае, там, любой автопортрет, если мы говорим, это очень личная история, любой портрет, там, портрет мне, в принципе, делать неинтересно, там, чей-то, вот, потому что здесь мне интереснее выбрать самому персонажа, как бы, и с ним, там, от начала до конца поработать и прийти к чему-то, вот, поэтому, пока, ну, на данный момент, скажем, меня ничем не удивили, мне ничего такого не предложили, чтобы мне этого увлекло. Ну, вот, вообще, Ристман, она такая задорная, живая очень история, и она вот, наверное, ну, граничит с каким-то таким дерзким, может быть, даже хулиганством, если так уместно, да, а не было, ну, никогда не возникало какое-то вот такое желание вот прям перегнуть эту палку, скажем, взять там, ну, вот, как Марсель Дюшан, там, усы Джоконди перерисовал, тоже, поставить Джоконди, чтобы у нее глаза крутились, ну, то есть, это же будет вообще, наверное, прям, ну, настолько, ну, вот, вау, то есть, вот прям вот откровенно похулиганить никогда не хотелось в часах. Ну, у них очень много наработок на эту тематику, вот, я скажу, пока эти вещи держу в столе, то есть у меня как раз понимание и знакомство, как бы, словом говоря, там, современным искусством, есть определенные границы, да, которые оно ставит, поэтому такие вещи я ставлю, пока фиксирую на бумаге, вот, они действительно любопытные, интересные и, возможно, когда-то дойдут руки просто на эту реализацию, но, когда, в отличие от возможности нарисовать что-то, да, возможности, там, что-то написать, процесс создания часов, он очень трудоемкий, он трудоемкий, в него надо вкладывать очень много труда, и он занимает очень много времени, да, поэтому ты всегда стоишь перед выбором, да, что тебе делать, там, какой проект следующий запустить, и более того, ты же работаешь не один, то есть 50 человек работает на мануфактуре, и, соответственно, то есть им надо платить зарплату, там, и, там, многие сопутствующие не только творчество, но и бизнес-факторы, которые заставляют всегда лавировать, там, между желанием заработать, поддерживать бизнес, платить людям зарплату, как бы, и чистым, легким творчеством, вот, но, слава богу, для этого есть, там, ручка, карандаш, кисточка, да, где можно эти вещи фиксировать, вот, в один прекрасный момент они, собственно говоря, когда-нибудь можно достать из стола и запустить. Спасибо, вы классный. Спасибо. Это было здорово. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok